Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. Трасса 101 В эфире большая автомобильная программа Трасса 101. У микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас. В России сейчас насчитывается более 45 миллионов легковых автомобилей. Число легковушек на электрической тяге, так называемых зеленых, авто гораздо-гораздо меньше. По данным агентства Автостад, годичной правдодавности в нашей стране насчитывалось порядка 12,5 тысяч электромобилей. Причем сосредоточены они в основном на востоке страны, ну это Дальний Восток, Япония, потому что рядом, и на западе, это Московский регион. Но эта цифра увеличивается постепенно, растут продажи как новых, так и поддержанных электрокаров. Растет потихоньку и доверие россиян к электромобилям, о чем свидетельствуют результаты опроса. Кто-то хотел бы поближе познакомиться с электромобилями, кто-то хотел бы уже и приобрести. В конце лета прошлого года в нашей стране была утверждена целая концепция развития электрического транспорта до 2030 года. Документ гласит, что к тому времени каждое десятое выпускаемые в нашей стране машины будет электрокаром. Кроме того, планируется строительство десятков тысяч зарядных станций для электромобилей, предприятия по производству аккумуляторных батарей и так далее. Стоимость этих всех запланированных работ порядка 600 миллиардов рублей. Огромная, в общем-то, сумма. Ну и отсюда вопрос. Нашу страну в ближайшие годы ожидает настоящий электромобильный бум. Какое место в этом процессе достанется нашему городу Кирову? И как сейчас у нас обстоят дела с личным электрическим транспортом, возможности его заряжать, обслуживать, ремонтировать и так далее. Вот на этой теме я собираюсь сегодня поговорить с нашими гостями Сергей Улитин, председатель общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, добрый день. Евгений Кривчиков, владелец электрокара, член клуба владельцев электромобилей в Кирове. Называется клуб «Иви Клаб». Один из пионеров, можно сказать, электромобильного движения в нашем городе. Евгений, добрый день. Да, поближе к микрофону, пожалуйста, подвигайтесь. Добрый день. Ну что, давайте сразу начнем, сразу определимся. У меня электрокара нет, опыта общения с электромобилем тоже нет, но я с большим удовольствием читаю новости, касающиеся электромобилей, наблюдаю какие-то изображения, разработки в этой сфере, вижу регулярно, на мой взгляд, количество электромобилей в нашем городе потихонечку растет. Давайте о своем опыте вы расскажете, что у вас за электрокар или даже не один электрокар, как приняли решение, как пришли к тому, чтобы пересесть на этот вид транспорта, как с обслуживанием, с другими вещами. Вы владельцем... Да, я являюсь владельцем двух электромобилей. Поближе к микрофону еще, да. Nissan Leaf, японского производства, с правым рулем. И второй, это автомобиль Tesla Model S. Это американский производитель, машина 2018 года, Leaf 2011. То есть, Leaf я приобрел в 2015 году, езжу на этом электромобиле уже более семи лет. Nissan Leaf одна из самых распространенных моделей зеленого автомобиля в нашей стране. Потому что самая доступная цена на этот электромобиль на российском рынке – надежность. Достаточно простая логистика. Доставка. Доставка из Японии, да, или из Штатов, это тоже многое решает. Ну, буквально накануне я смотрел на сайте Авито Nissan Leaf 2012 года, что-то в районе 300 тысяч рублей. Только я так и не понял, это по заказу из Японии, то есть, его еще не привезли, либо он там уже находится, то есть, входит туда растамошка или не входит туда растамошка, не знаю. Ну, правильно. Надо было бы сказать, что цена на такой автомобиль хороший начинается, наверное, от 500-600. Многое зависит от... Сейчас в данный момент, да? Да, сейчас многое зависит от состояния аккумулятора. То есть, это достаточно дорогостоящая часть электромобиля. То есть, у Leaf'а есть целая линейка электромобилей, которые варьируются, то есть, варьируются емкости аккумулятора. То есть, 24, 30, 40, 62 киловатта в сети автомобилей переднеприводные. Полноприводных версий пока не существует. Соответственно, один электромотор, да? Да, один электромотор. На передней оси. Да, да, да. И вот, в зависимости от бюджета, человек уже может выбрать от бюджета и от потребностей дневного, как сказать, дневного пробега человек уже решает, какой электромобиль, какую модель, с каким аккумулятором ему выбрать. Но, повторюсь, что цена примерно от 500-600 тысяч рублей начинается. Как пришли вообще к этой мысли, что надо обзавестись электромобилем? Вот мне очень нравится комментарий руководителя, упомянутого мной агентства «Автостат» Сергея Целикова. Он заявил совсем недавно в интервью, что электрокар в нашей стране это пока такой энтузиазм. Это третий или четвертый автомобиль в семье. Его владелец обычно живет в загородном доме. У него есть своя подстанция для зарядки. Изредка он заряжается в городе. Это обеспеченный человек. Игрушка. Вот на ваш взгляд, в нашем городе сейчас, для вас это скорее игрушка, или вы все-таки в таких деловых целях, рабочих целях используете электрокар? Ну, город у нас небольшой, и пробеги несравнимы, допустим, с Москвой или Санкт-Петербургом. То есть мой дневной пробег примерно 30-50 километров, и то не каждый день. Да, поближе еще, да, микрофон. То есть мой дневной пробег от 30 до 50 километров, ЛИФ, покрывает этот пробег даже с запасом. Вы эксплуатируете ежедневно? Да, ежедневно. Оба электромобиля? Да, ну, то есть... Еще, пожалуйста, поближе к микрофону. Да, да. Жена и я. То есть жена ездит сейчас на автомобиле Ниссан ЛИФ, а я на автомобиле Тесла. Что сподвигло-то вас в свое время обзавестись? Подвигло это, наверное, первое, это энтузиазм. То есть, как всегда, на что-то новое первая группа людей, которые реагируют, это энтузиасты, которые, как сказать, пытаются посмотреть. Они даже не интересуются, как сказать, техническими характеристиками автомобиля, они просто хотят попробовать слепую. То есть они покупают этот электромобиль и пытаются на нем ездить, эксплуатировать. Куплю там, а чего уж там дальше будет, посмотрим. Да, да, да. Именно так. Есть определенная прослойка людей, которые приобретают электромобиль для того, чтобы экономить. Ну, то есть, допустим, не тратиться на техническое обслуживание, на топливо. На бензин, на масло и так далее. Да, но я сразу хотел сказать, что это обманчиво. То есть, вот это иллюзия, потому что те деньги, которые вы попытаетесь сэкономить на топливо и на обслуживание, вы изначально потратите на инфраструктуру зарядную у себя дома, на подземной парковке, может быть, даже на работе. То есть, дешевый электромобиль, недорогой, правильно, он имеет, ну, как бы, ограниченную емкость небольшую, и вам нужно будет заряжаться часто и дома, и на работе, и где-нибудь там у торгового центра, если там есть. Ну, про стоимость владения электрокаром мы чуть позже, наверное, поговорим. Запас хода у ваших электромобилей, у Теслы и у Лифчка. Хорошо. Вот смотрите, это частый вопрос. И, как бы, на этот вопрос нельзя ответить, ну, однозначно и вот прям сходу, потому что очень много факторов. То есть, нужно всегда говорить так, то есть, зима-лето разделять, город-трасса, скорость, качество дорожного покрытия и так далее. Ну, давайте какие-то усредненные городские условия возьмем. Усреднен, ну, допустим, вот Лиф, 24 киловатт-часа, и, значит, это будет город примерно 100 километров летом, может быть, 130, в зависимости от того, как вы будете ездить. И от состояния аккумулятора, опять же, зима, это будет примерно в два раза меньше, то есть, это будет 50-60, максимум 70 километров. Вот, а если поедете, допустим, летом по трассе, то это будет, отключите печку там, то есть, это климат и так далее, то это будет 160 километров. Это будет вот край для этой модели. Вот, значит, Тесла, это, там тоже разные модели, разные моторы. Разные емкости, да, 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 то есть, ну, можно условно сказать, что Тесла с аккумулятором большой емкости или максимальной емкости сейчас проезжает от 500 до 650 километров. Это то, что официально заявляет Тесла. Соответственно, зимой этот показатель будет уменьшаться до 300, 350. Но, опять же, все зависит от города, если, допустим, Киров компактный город, у меня средняя скорость примерно 13 километров в час зимой движение среднее, да. А если она будет, допустим, не 13, а 26, то у меня будет уже и расход средний меньше, то есть, я могу проехать больше. То есть, ну, примерно вот такие показатели. Ну, наверняка в автомобилях существуют некие режимы, то есть, он сам тебе подсказывает, исходя из конкретных условий, какую скорость выбрать или нет таких режимов? Нет, можно варьировать самостоятельно, можно сделать чуть поменьше печку, поменьше обогрев. А, он уже сам полностью контролирует. Да, да, да. Чем меньше потребителей, да? Чем меньше потребителей, то есть... Тем больше ты на ней проедешь. Зимой проблема для электромобиля – это отопление. Отопление, потому что печка потребляет значительную часть. Если, допустим, у вас аккумулятор маленький, то на отопление салон уйдет до половины всей емкости. Половина. То есть, вот вы половину только отдадите. А если у вас, допустим, аккумулятор уже в два раза больше, то вы отдадите четверть на обогрев. То есть, нужно вот такой... В принципе, есть и калькулятор, к которому, то есть, можно примерно рассчитать, сколько вы будете проезжать. Но, опять же, когда встает вопрос о покупке электромобилей, то есть, нужно себе задать вопрос не только, как бы, начав с бюджета, а также нужно еще подумать, какой же вам нужен пробег зимой и летом, вот исходя из этого уже делать выбор. Вот для ваших жизненных потребностей, куда вы там пойдете, на работу, не знаю, в магазин, еще куда-то вот определиться. Да-да-да. И потом уже делать выбор. С конкретным километражом, да. А потом уже прорешается. Сергей Николаевич, да, присоединяйтесь. Я хочу немножко... Может, друг другу вопрос задавать тоже, безусловно. Женю немножко добавить. На самом деле, машина сама тебе помогает выбирать, хватит тебе или нет. Режим, да? Да, потому что есть такой остаточный пробег, цифра прогноза, но тем не менее. Включаешь печку и видишь, как у тебя на 30 километров пробег падает. Допустим, и уже думаешь, надо тебе греться. То есть, вообще, есть такая... Лучше померзнуть немножко, да? Да, есть такая хорошая шутка. Но доехать. Если ты собрался покупать электромобиль, заодно купи себе и теплую одежду. Вообще, это самое... Стараются так экономить. Вот, то, что, наверное... Ну, хорошо прогревать не надо зимой. Не надо ведь прогревать? Нет. Сам двигатель прогревать, конечно же, не нужно. Да, и у всех электромобилей есть, как бы, опция, на принципе, и на всех автомобилях. Это прогрев к указанному времени. То есть, вы выходите, вы выезжаете на работу... Ну, чтобы салон нагрелся, да? К 7 утра. Чтобы салон нагрелся. Да, да, да. Допустим, в случае с лифом он нагреет вам салон к 7 утра. А, допустим, в случае с Теслой она прогреет вам батарею и салон. То есть, эффективность отдачи тёплой батареи, ну, значительно... Выше, конечно, законы физики элементарные, да. Сергей Николаевич. Да, я хотел сказать, что пока не прогревалась батарея, вот то, что вот это важно, да, то есть, надо ли греть машину? Нет, не надо. Сели, поехали. Сразу она выходит на режим? Нет, не сразу надо, чтобы, если сильно холодно, батарея должна прогреться. У вас, Сергей Николаевич, как опыт эксплуатации электрокаров лично? Лично мне давали покататься, я слежу у меня... Вы не владелец пока? Я не владелец. Я себе хочу уже второй год, присматриваюсь. Решил провести опыт и убедил сына, что ему нужен электромобиль. С февраля он ездит, мы обычно сядем так, циферки посчитаем, сколько он тратит, сколько я трачу. И надо признать, что его опыт эксплуатации ещё раз меня дополнительно стимулирует перейти на электротягу. Что больше, какие моменты вас в первую очередь склоняют к этому решению? Ну, я, наверное, чем-то похож на Женю, мне тоже нравится новое. В принципе, очень интересное ощущение от того, как электромобиль разгоняется. Момент всё-таки появляется сразу. У меня Volkswagen, у него там, в принципе, газ такой нелинейный получается. Поэтому вот это ощущение ровной тяги на газу, ну, очень приятное ощущение. А когда ещё по месяцу считаешь, сколько потратил. Ну, вот мы считали, у меня с моим средним расходом 12 литров на 100 километров, мне обходится примерно в 550 рублей 100 километров, сыну обходится в 60 рублей. 60 рублей? 60 рублей, причём, внимание, самое-то главное, автомобиль, особенно с маленькой батарейкой, спокойно заряжается от любой розетки, от любой розетки. 220 вольт обычный, битамый. Сейчас бы я с Женей поспорил, он сказал, что очень много надо на инфраструктуру. Я посмотрел буквально вчера на Авито, дополнительная зарядка стоит 7 тысяч рублей, ещё и можно регулировать ток. То есть там ещё есть... Дополнительная батарея, да, в автомобиле? Нет-нет-нет, это зарядное устройство. А, зарядное устройство. А дополнительная батарея, да, вот каждый лифовод, купивший, вот Женя уже правильно сказал, что сильная стоимость автомобиля зависит от состояния батареи, это тоже можно посмотреть практически сразу. Каждый человек, купивший электромобиль с маленькой батареей, стремится её поменять. Всё-таки батарея у неё, цикл зарядки, разрядки, вот этот цикл перезарядки, он ограниченный, да, всё-таки? Не столько это, сколько есть такое понятие деградация батареи. Для лифа считается самая неэффективная батарея с точки зрения сохранения мощности где-то 2-3% в год. Там есть разные показатели, но все опираются вот на это. Соответственно, моему сыну тоже заслалась не новая машина, батарейка не новая. На прошлой неделе он её перепаковал, это такое понятие, то есть поставил другую батарею. Самостоятельно или это специалист? Нет, конечно нет. Специалист должен наниматься. Да, причём если штатная батарея была 24 киловатта, сейчас у него в это же место вошла, наука же не стоит на месте, вошла 40 киловатт. То есть сейчас он может... Почти в два раза больше, да? Да, сейчас уже он позволяет себе заряжаться не каждый день и говорит, что, ну, в общем-то, под его задачей машины уже вот больше и не надо. То есть путешествие по городу по работе, по делам, да, в первую очередь? Да. В дневное время обычно. Здорово. Ну вот уже, видимо, и плавно переходим к стоимости владения электромобилем. Про зарядку, да, собственно, это основная часть расходов. Вы как-то так отреагировали, Евгений, про 60 рублей в час, когда говорил, Сергей Николаевич. Хотите поддержать? Да, я хотел бы немножко уточнить. Значит, вот когда мы говорим про расход, то есть нужно всегда говорить расход летом и зимой. То есть если летом это примерно одна десятая часть, допустим, как я всегда всем говорю, летом можно примерно посчитать, что 100 километров пробега на электромобиле вам будет стоить 1 литр бензина. Вот сколько стоит сейчас? По стоимости. Бензина по стоимости, да. Ну, округляем 50 рублей. Да, 50 рублей, соответственно. Зимой это будет в два раза больше, то есть как 2 литра, вот так. Так, причем вы, то есть уже не будете думать о замене расходных материалов, это ГРМ, масло, свечи и так далее. Но единственное, что там в электромобиле есть тоже, его нужно обслуживать, все думают, что нельзя, нет, нужно. Значит, нужно менять масло в редукторе примерно раз в 30 тысяч километров. Ну, это недорого, но это нужно делать всегда. Эту процедуру можно самостоятельно совершить? Ну, в любом сервисе. Да, да. Все думают, что электромобиль это что-то из разряда космических... Технологий. Технологий, нет, это обычный электромобиль, ну, в смысле, обычный автомобиль, как и любой другой, только у него стоит электродвигатель. Так, масло. Ну, сейчас давайте вот основные статьи расхода посчитаем. Масло в редукторе. Масло в редукторе и все. И воздушный фильтр. Воздушный фильтр. Салонный фильтр, видимо, еще есть. Нет, я имел в виду салонный фильтр. А, салонный фильтр, да, салонный фильтр. Так, лампочки горят на электромобилях? Надо менять периодически? Ну, конечно, да. Но, как правило, все электромобили сейчас идут с ледфарами, и срок службы таких фар очень большой. То есть производитель, пытаясь привлечь внимание потребителя, комплектует их достаточно хорошо, оснащает. То есть это обязательно будут подогревы, руля, сидений, зоны дворников. То есть ледфары, передние, задние. То есть комплектацию электромобилей всегда, ну, скажем, в высшей средней по обычным меркам. Дворники тоже приходится периодически менять, когда резиночки стираются. Как и на любом другом. Следим за давлением в шинах тоже самое, да? Меняем летнюю резину, зимнюю. То есть комплекты нужны зимняя, летняя. Что еще, Сергей Николаевич? Мы экономим на колодках. На колодках. Есть режим рекуперации, который позволяет тормозить не колодками, а электромотором, во-первых, мы обратно электроэнергии. Рекуперация, это возобновление... Рекуперация, да-да-да, правильно. Возобновление энергии, да? Да. Ниссан говорит, что при правильной эксплуатации, то есть вы будете менять колодки примерно раз в 200 тысяч километров. Ничего себе. Да, вот так. Но это зависит, опять же, от индивидуального стиля вождения. Кто любит погонять, он поменяет, может быть, раз в 100 тысяч, может, кто-то и в 50. Как у вас задача зарядки непосредственно решена? Давайте об этом поговорим. Где вы, да? Затем перейдем уже к общегородской проблеме, региональной. Значит, вот когда мы говорим вообще о зарядках электромобиля, то она такая тема не узкая, она достаточно широкая. То есть любой электромобиль укомплектован сразу же с завода зарядкой, которая, ну, то есть работает от переменного тока. Он, как называется, чарджер, ну, зарядное устройство. То есть мощность там ограничена. Допустим, у Nissan Leaf это мощность 3,3 киловатта. Есть версии 6,6, все больше не бывает. Tesla, допустим, имеет уже чарджеры. Большие цифры, да, уже? Да, большей мощности, так как у них емкость аккумулятора выше. То есть это 10, 20 киловатт. То есть можно будет выбрать, то есть в зависимости от комплектации. То есть чтобы у вас, то есть вот если, допустим, аккумулятор 100 киловатт часов, то есть вам нужно и чарджер, чтобы он был помощнее. Допустим, не 3,3, то есть там, допустим, 10 или 20, чтобы вы могли за какой-то там разумный период времени его зарядить. То есть при мощности чарджера 10 киловатт, вы 100 киловаттную батарею зарядите за 10 часов. За 10 часов, да, все правильно. Ну, на ночь, да, оставляем, предположим, да, и он заряжается. Да, это то, что касается встроенных чарджеров. То есть то зарядное устройство, которое уже поставлено с завода в электромобиль, да. То есть оно, ну, то есть ограниченную мощность имеет. Но есть такое понятие, как внешние зарядные станции. То есть они уже более мощные. То есть ЛИФ, допустим, встроенную зарядку у него на 3,3 киловатта. А ЛИФ имеет второй порт. Он называется ЧАДЕМА. То есть там уже ток не переменный, а постоянный. Такая зарядная станция имеет мощность 50 киловатт. Видимо, у ограничения есть какая-то верхняя планка все-таки, да? Ну, протоколом ограничена мощность 50 киловатт. Есть вторая версия протокола. То есть зарядные станции этого же протокола ЧАДЕМА, только версии 2.0, они уже 100 киловатт. То есть вот можно и посчитать. Но опять же, когда мы говорим, что, допустим, у нас ЧАДЕМА 50 киловатт, а батарея 24, это не значит, что вы, значит, электромобиль заряете за полчаса. Потому что батарея не может брать максимальный ток во всем диапазоне. То есть она не может, допустим, от 0 до 100% заряжаться 50 киловаттами такой мощностью. Допустим, в сравнении, допустим, Тесла, она может такую мощность 50. У Тесла, допустим, максимальная мощность, какой она может заряжаться для модели SX, это 165-167 киловатт, а для новых моделей это Model 3 и Model Y, популярные сейчас, у них уже эта планка 250 киловатт. То есть вы задумаетесь, и машина берет эту мощность от 5 до 95%. То есть если у вас есть чарджер мощностью 250 киловатт, то машина будет от 5 до 95% заряжаться мощностью 250 киловатт. Это очень быстро. То есть вы можете всю... Да, у вас-то как решена проблема? Про теорию поговорили, а про практику вы как заряжаете? Это обычная розетка или что у вас? Так, значит, у меня есть зарядка. У вас свой дом? Нет, я живу в городе, значит, у нас дом малоквартирный, 10 квартир, своя придомовая территория, значит, парковки мы все, значит, договорились и как бы и утвердили парковочные места. Распределили? Да, распределили, да. Шлагбаум наверняка. Шлагбаум, да-да-да. Значит, и как бы все понимают, где у кого парковочное место. Вот, и к своему парковочному месту, то есть я подвел, то есть у меня два парковочных места, то есть у меня у жены, то есть у меня стоят два зарядных шкафа, в которых стоят вот эти зарядные устройства. Вот, значит, но как бы... Запитка, соответственно, от сети переменного тока 220 вольт. От сети переменного тока, да. Обычную, да. Да-да-да. Ну, значит, допустим, вот у всех есть электросчетчик, то есть все платят под договор, а у меня в квитанции таких два счетчика. Один квартирный, а один, который будет считать электричество для заряда электромобилей Дома они у меня заряжаются переменным током, встроенным чарджером А на работе, когда нужно что-то где-то побыстрее съездить или побыстрее зарядить У меня стоит станция не переменного, а постоянного тока, уже вот это чадемо Вы сами ее покупали? Я покупал, значит, там история такая Я начал ее разрабатывать, хотел осилить это все сам в 2016 году Но инженеры с Украины со мной связались и они взяли то, что я сделал, доработали ее И уже выпустили рабочий вариант этой станции Конкретная станция была сделана в Одессе И используя вот этот уже их опыт, то есть было проще То есть в зарядной станции большая часть это стоимость комплектующих, а не разработки в данном случае То есть и проще было ее уже приобрести в готовом варианте Так вот, станция имеет мощность 25 кВт И получается, что я, допустим, за час уже заряжаю примерно 80% Ну это да, такие современные уже показатели Да, есть станция на 50 кВт Ну просто у меня станция-то есть Но парадокс, что у меня нет необходимости пользоваться То есть я вроде бы ее и сделал, но я ей не пользуюсь, потому что у меня нет таких задач Ну да, не стоит ежедневных таких целей Да-да-да Во сколько вам обходится там? Обывательский вопрос, наверняка, который часто задают Сколько за электроэнергию платить, которая выходит на электромобили на зарядку в месяц? Тариф сейчас, если я не ошибаюсь, 3 рубля за кВт Это, значит, если стоит электроплита Да-да-да Вот, можно посчитать То есть, значит, если я в день проезжаю 50 км Ну, то есть это получается, что... 10 кВт примерно Ну, примерно, да Если есть кВт, то есть 30 кВт 30 рублей 30 рублей в день примерно Ну это на один автомобиль Да-да-да Ну, соответственно, с супругой, да-да-да-да Побольше Да, но видите, в общих расходах эта стоимость электроэнергии, она просто растворяется То есть ее, ну, незаметно Ну, 30 рублей в день умножаем На 30 тысячи рублей где-то получается Да, но, как я всем говорю, что красота электромобиля не в расходе Не в том, сколько вы платите Это, как бы, ну, приятный бонус А в том, как он едет То есть я всем говорю, прежде чем говорить об электромобиле Вам нужно сесть и прокатиться на нем хотя бы один раз Вот первый раз сели, прокатились и уже у вас будет понимание, что это такое Сергей Николаевич, как у нас проблема с зарядными... вопрос с зарядными станциями в городе? Официально у нас три, по-моему Ну, то, что было освещено в СМИ Официально у нас вообще не одной А, официально не одной Ну, это все частные инициативы Ну, в частности, вот у компаний движения на Ленина 196 Самая популярная, самая востребованная, самая стабильная За которую, ну, там, драк не бывает Но, по крайней мере, определенные споры и дискуссии идут И место занимают И очередь стоит фактически уже сейчас Потому что, ну, мы же говорим, что у нас порядка 150 автомобилей Мы оцениваем, которые электрические в Кирове В Кирове, да, мы не озвучили эту еще цифру Это уже немало Вот, появилась у автосалона Ауди Она мощная, современная На московской На московской, да Но там возникает периодический вопрос То ли можно, то ли нельзя Причем, если у Ауди она платная То у движения она бесплатная Есть еще заправка у Престижа Это... На Дзержинского На Дзержинского, да Но она там с такой скоростью, что равна бытовой розетке Поэтому интересом особым не пользуются Все равно Те, кто имеет электромобиль Штатно зарядить машину Уже это все придумали Невозможно Не имея такой подзарядки на каждый день Пытаться заряжать только на общих станциях По крайней мере, на текущий момент Вот, есть еще В сообществе есть специальная программа Где люди, условно говоря, свои частные розетки предлагают Подзарядиться, спастись Такая практика тоже есть Все-таки братство там у них неплохое Мы... Бесплатно? Ну, по-разному По-разному Люди разные Ну, главное, предлагают Да, есть такая возможность Предоставлять себе Мы когда проводили круглый стол Оказалось, что Во-первых, движение потенциально готово развиваться У них там были Сомнения О законности взимая платы Но Чат лифоводов им помог Электромобили Подсказали выход из ситуации Мы знаем, что Вятка Эко планирует закупать Знаем, что Уже купленные Стоят Но Я так понимаю, что Сообщество не пользуется У Кристалла Кристалла Электро Есть заправка на Щерса Но там Пока она Не очень понятна Статус ее работы То есть, конечно Вот Евгений вышел из ситуации Но Те, кто живет Многоквартирных домах В более многоквартирных домах Самые Ну, не то чтобы смешные А самые Неправильные Но вынужденная ситуация Это когда люди там Бывают из седьмого Из девятого этажа Выбрасывают удлинитель Про-провод торчит И заряжаются Мне, кстати, вчера Мы обсуждали С коллегой знакомым У нее Они сдают помещение в аренду Слушай, говорит Научи арендатор Говорит, не понимаю Приезжает, выкидывает Из офиса розетку И целый день Говорит, у него машина стоит подключена Это что? Как, говорит, его хоть посчитать? Я говорю, ну вот посчитай Вот примерно так Какие есть сейчас Цивилизованные механизмы В стране для развития Сети зарядных станций Для электромобилей? Про одну программу Мы сказали Есть программа В Россетях Мы с Россетями встречались К сожалению У них были планы Тоже по установке Хотя бы пары заправок Быстрых То есть вот еще раз Надо разделять Да, да, да Но Но прямо сейчас у них В связи с падением полезного отпуска В инвестиционную программу Скорее всего будут Внести корректировки И поэтому Эти заправки не попали Мы знаем, что Торговые центры Как ни странно Торговые центры Крупные торговые центры В Кирове Ни одно решение Самостоятельно принять не могут Поэтому Ну вот есть Непроверенная информация На уровне слухов Что Макси На федеральном уровне Эту программу прорабатывает Ну вот Движение же нам как сказала Вот да Мы за Деньги За электроэнергию Не берем Но человек пока ждет Он выпьет у нас кофе Съест Сопутствующими Услугами Товарами Он будет пользоваться Поэтому мы приглашали На круглый стол Представителей торговых центров Крупных торговых центров Вроде бы казалась Прямая логика Люди приехали Им деваться некуда Они пришли По магазинам Походили В кино сходили Но тем не менее Пока интереса нет Присматриваются То есть Ну в районе получаса Да в среднем Надо потратить Для того чтобы прогуляться По торговому центру И вот почему бы Эти полчаса И не позаряжаться Да электроэнергию Почему бы не предусмотреть Такую установку Я думаю что у них В голове нет понимания Вот еще раз Вот очень важная вещь Быстрые заправки Такие как Ауди Они стоят Миллион плюс То есть они очень дорогие Но в торговом центре Другая задача Задача чтобы наоборот Человек потратил свое время Задержать Задержать А это уже совершенно другой уровень Это там 150 200 300 тысяч И это будет Условно В разы быстрее Чем обыкновенная розетка Но при этом Люди будут оставаться И будут Ну в общем то Монетизировать Вот это вот свое ожидание Евгений Вам как видится Вот эта вот схема Система развития Зарядных станций В Кирове Чтобы было удобно Действительно Ну тут надо понимать Пока у нас 150 Да примерно Владельцев электромобилей Но если вот Будет сообщество Ваше расти Все-таки Как они должны Располагаться в городе Они будут доступными Безусловно Они должны Перехватывать Да Как-то вот Ты едешь Видишь Все Да Я повторюсь Что здесь важно Разделять Зарядное устройство Которое стоит В автомобиле Оно имеет Низкую мощность То есть допустим 3 киловатта А внешнее Зарядное устройство Имеет мощность 50 киловатт То есть Когда мы говорим Про развитие То есть нужно говорить Что необходимо Развивать Станции Быстрые Зарядки Мощные Там 25 50 Киловатт Чтобы человек За этот За 30 минут Или там Да даже За час Он мог пополнить Как минимум Половину Емкости Своего аккумулятора Потому что При При мощности В 3 киловатта А батареет Допустим 30 Вы пополните Там сколько То есть Одну десятую часть Это капля в море Не слишком существен То есть Когда мы говорим То есть Нужно говорить О развитии Да Мы продолжим Наш разговор Да Звукорежиссер нам Подсказывает Что пора Прерваться На небольшую рекламу Буквально минута И мы продолжим Трасса 101 Развитие электрического транспорта В Кирове Говорим мы сегодня В автомобильной программе Трасса 101 Гости нашей студии Сергей Улейтин Председатель Общественной палаты Кировской области Недавно На базе Общественной палаты Прошел Круглый историк Где обсуждались Вот эти проблемы Развитие электрического транспорта Зарядных станций И так далее И Евгений Кривчиков Владелец электрокара Член клуба Владельцев электромобилей Нашего Кировского EV Club Один из пионеров Этого движения В нашем городе Резолюция была Да По итогам Круглого стола Давайте Осветим Основные моменты Которые были зафиксированы Да Было принято Несколько решений Одно из них Проекту Кировской области Рекомендовать Закрепить полномочия Вот для того Чтобы принять участие В освоении Федеральных средств Под развитие Электрозаправок Нам необходимо Выполнить Несколько условий Для этого У нас пока еще Не определено Министерство Конкретное ведомство Которое будет Ответствовать Поэтому мы уже На исполняющие обязанности Губернатора Направили письмо Попросили его Закрепить эти полномочия За каким-нибудь Из министерств Министерство Строительства Энергетики ЖКХ Которое тоже Пришло и принимало Участие В круглом столе Оно сказало Что они готовы Со своей стороны Доводить информацию До муниципальных Образований Кировской области О важности Развития Запорочных станций Причем Мы еще Не забывайте Что я сейчас Не очень точно помню Как звучит положение Но смысл такой Что муниципалитетам Сейчас поручено Заниматься Развитием Электронных правок На федеральном уровне В прошлом году Еще принимались Изменения в законодательстве Нет еще пока Разъяснений Сколько Каких и чего Но это все будет К этому надо Просто готовиться сразу Законодательному собранию Рассмотреть возможность Установления нулевой Или льготной налоговой Ставки транспортного налога Для электромобилей Это тоже стимул Купить электромобиль Хотя мы вот тут В кулуарах обсуждали Не надо пугаться Там 300-500 лошадей Потому что В ПТСе сумма Вернее Мощность считается по другому И она становится ниже Администрация города Кира Рассмотреть возможность Выделения земельных участков Для размещения Электрозаправок На льготных условиях Они сказали Что в принципе готовы Давайте предложение При создании На территории города Кира Платных парковок Предусмотреть возможность Бесплатной парковки В этих местах электромобилей Администрация города Напомню Разрабатывает сейчас Программу Платных парковок Ну и клубу любителей Электромобилей Мы попросили Разработать проект Схемы размещения Быстрых и медленных Электрозаправок В городе Кирове Кировской области У вас активно Эта тема Евгений обсуждается Да Насколько я знаю Да Заинтересованы все Ну и Я не знаю Наверное Самое время сказать Что существуют Ведь и другие Льготы и преференции Для владельцев Электрокаров И почему бы нам Не пойти Не попытаться пойти По этому пути В частности Транспортный налог Сергей Николаевич Есть уже идея Я про это сказал Да То есть в законодательное собрание У нас были в том числе И представители Депутатского корпуса Которые тоже Заражены бациллой электромобилей В хорошем смысле В хорошем Конечно в хорошем Они сказали Что да Мы понимаем У нас Смотрите У нас есть две вещи То есть мы должны Ведь Это же экологично Во-первых Экологично Во-вторых Это с точки зрения Расходов Это очень экономично И поэтому Конечно Это надо популяризировать Это надо продвигать Поэтому Один Одно из способов Популяризации Это Снижение Или Обнуление Транспортного налога Поэтому В общем-то Воспринято было Как Готовность К обсуждению Москва Питер У нас По этому пути Уже пошли Очень много городов Точно С десяток городов Точно есть У всех это все по-разному Но Это очень правильная история Так же Как вот Задали вопрос А в Москве Не важно Сколько стоит Платная парковка Электромобили Паркуются бесплатно А в Кирове И поняли Что в Кирове Платных парковок В принципе нет Да Уже много лет Как-то вот Волна обсуждения Поднимается И что-то там Местная администрация Говорит Что где-то мы будем Пытаться делать Там и речь шла Про Октябрьский проспект Да помните В свое время Но пока ничего Не сделано Я не думаю Что открою Какую-то страшную тайну Первая парковка Которая возможно Станет платной Это у Железнодорожного вокзала Причем Очень понятная причина Поскольку это бесплатно То люди Приезжают на автомобиле Уезжают в командировку Отдыхать И все это время Автомобиль стоит На этой парковке И не дает Тем кто приехал Встретить гостей города Припарковаться Люди пытаются Как-то это В общем нормальная история Даже здесь вот Мы находимся В вашей студии Если вот с одной стороны Вот этого здания Там два ведь места Хотя бы с одной стороны Сделать платную парковку То наверное Мы бы Нашли свободные места Изменили как-то Да Свое понимание Свои взгляды Но плюсом Ведь сейчас обсуждаются Еще на уровне государства И другие Преференции Для владельцев электрокаров Возможно Бесплатный проезд По платным трассам Обсуждается эта тема Я думал На красный свет На красный свет Плюс Периодически появляются Новости о том Что у нас Ну пока на частном уровне Разрабатывается Собственные Отечественные электромобили Ну я так понимаю Они исключительно Из импортных комплектующих Ну не знаю Не уверен Но вот в частности Якобы уже проработан Механизм Предоставления 25-процентной Скидки На электрокары Отечественного производства Это когда будет их Налажен серийный выпуск Вот по крайней мере СМИ об этом сообщили Ну при этом Смотрите Для С 1 января Отменили Бесплатную пошлину Для ввоза электромобилей То есть Государство говорит Мы планируем Что Электромобили Будут строиться В России Пошлину 15% Мы ввели Для всех Союзных Наших Государств Ее отменили Где-то примерно В марте Для России Оставили То есть Если из Беларуси С нулевой пошлиной Ты привезешь в Россию Ты эти 15% Заплатишь То есть Четкий акцент Что давайте Развивайте Мы следим Поэтому знаем Что в Липецке По-моему Уже Машины Китайские Видимо С нашим Уже названием Начинают Разрабатывать Я не знаю Там какой Уровень Локализации И есть Камазовский проект Кама-1 Кама-1 Да Очень интересный Любопытная штука Симпатичный автомобильчик Который В общем-то Достаточно тепло Был принят Какая его судьба Вот Такие качели Происходят То ли будет То ли нет Интересно Ну Если заглядывать Еще в более В ранние времена Помните У нас Автовазовская Была Тема Эль-Лада Лада Эль-Лада На базе Лада-Калина Не знаю Не знаком Не видел Не пробовал Никогда И вот буквально Месяц По-моему Назад Тоже сообщали О какой-то частной Инициативе Электрокар Сделали на базе Лада-Гранта Универсал Если не ошибаюсь Но это пока Вот такие Несерийные Еще вещи Как вообще Евгений К теме Отечественных Электромобилей Относитесь Вы видите В этом Ну здесь пока Я думаю Сложно Сложно Говорить Да Но можно Посмотреть На результаты Продаж Лады-Лады То есть я Разговаривал С собственниками То есть там Она безумные деньги Какие-то стоила Миллион двести Или что-то В этом роде Достаточно дорого И проблема Была В достаточно Низком качестве Сборки Сборки Вот именно сборки Да И повторюсь Что продано Их было Очень ограниченное Количество И Автоваз Отказался От выпуска Этой модели То есть пока В общем Туманные перспективы Отечественного Электромобиле Строения На ваш взгляд У нас к сожалению Времени остается Не так уж и много Мы хотели еще Связаться с одним Из владельцев Электрокаров В нашем городе Но видимо Уже не успеваем И не смогли Вот мы сейчас Дозвониться Видимо Очень срочные дела До вице-президента Движения Нефтепродукт Рустема Садыкова В предварительной беседе С Рустемом Он мне поведал О том Что в планах Компании движения Строительства Еще шести Зарядных станций Для электромобилей На территории Нашего региона Позитивные новости Да? Сорошая инициатива Отлично Перспективы На ваш взгляд Евгений Количество владельцев Электрокаров Будет в нашем городе Расти Вот вы видите Этот процесс Общаетесь же людьми Я понимаю Я понимаю Что людей Скорее всего Останавливает Не стоимость Электромобиля А вопросы Связанные С его эксплуатацией И владением То есть Если Представилась бы Возможность Провести Такой некий Круглый стол Для общественности Ответить На все вопросы То есть люди Просто Сомневаются Сейчас Не в покупке А в эксплуатации То есть Вот где Заряжать Если дом Многоквартирный Где заряжать его Я повторю Что у нас В городе Пока На сегодняшний день Зарядная станция Быстрая Всего одна Это Ленина 196 Польше Зарядок нет В доступе То есть Всего одна То есть На Бесплатная Бесплатная Мы имеем Нет Так она И бесплатная И всего одна Все И больше нет Кстати активно Да собираются Да владельцы Да Это вот Смотрите У нас Не обращал В Кирове Порядка 150 электромобилей Всего одна Станция То есть Многих Заряжается У дома Своего То есть Как я всегда Говорю Перед покупкой Электромобиля Вы должны Подумать Где вы будете Его заряжать И желательно Чтобы это было Дома То есть Обязательно Если у вас Многоквартирный Дом То там Как раз Вопросов Очень много То есть Нужно будет На собрании Собственников Дома То есть Получить Разрешение На установку Розетки И вот Уже можете Если у вас дом Малоквартирный Или парковка Кстати вот На парковках На подземных Там это разрешение Сейчас с 22 года Получать не нужно Это ваша собственность Вы имеете право Есть документ Которые Да Они приняты И работают С 22 года Вы можете Установить Розетку Для зарядки Своего электромобиля На подземной Парковке Все То есть Это просто решено То есть Раньше МЧС Это не разрешало С 22 года Они разрешили это делать То есть Вот так Да Я сейчас только Осознаю Если ты Не подрасчитал С зарядом И остановился Где-то В чистом поле Или в лесу Все Выхода-то нет Никакого Нет Можно машину Тянуть За другим Автомобилем Буксировка Буксировка И он будет Заряжаться Да Он будет Заряжаться Заряжаться В режиме Рекуперации Как я всегда Говорю Если человек Хочет эксплуатировать Свой автомобиль Долго И заботится О Состоянии Аккумулятора То есть Вы должны Электромобиль Купить С батареи С запасом То есть Не впритык А всегда Запас То есть Лучше Чтобы это было 50% И вообще И батарею Рекомендуется Эксплуатировать В режиме 30-90% 30-80% Редко 100% То есть Ее не рекомендуется Разряжать ниже 30% Если вы уже Не можете Зарядить Да То есть Вы ее там Разрядили До 10 Или вообще До нуля То есть Вы приехали домой И поставили ее На зарядку Для аккумулятора Литий-ионного Значит Норма То есть Тот режим В котором Он не Деградирует Ему То есть И не хорошо И не плохо То есть Самый оптим Значит Это 40% 40% Это для него Оптимальное состояние Все то что меньше Плохо И больше Плохо Ну То есть Вам же нужно ездить Вы его Заряжаете Такое Обычный процесс А кстати С регистрацией Такого транспорта В ГИБДД Проблем не возникает Нет Как обычно Мы немножко обсуждали Этот вопрос Как обычный автомобиль Приезжаешь Его осматривают Выдают регистрационные знаки Ну у вас вообще Забавная история Вы рассказали до начала передачи Вы были первым Кто зарегистрировал Электромобиль в Кирове Но не в Кировской области Да Да Можно Да История была такая В 15 году Я приобрел электромобиль Поехал ставить его На учебу В ГИБДД Лиф вы тогда приобретели А за сколько вы тогда Его кстати приобретали Значит Сейчас помню Это было 11-го года Да Это был 11-й год Машина была приобретена В 15 году С маленьким пробегом С высокой оценкой То есть Стоимость тоже Пробег на машине Был 9 тысяч километров Сейчас пробег 72 За 7 лет Сколько я проехал Значит Стоил он на тот момент 730 тысяч рублей Достаточно солидные деньги Но он Да Учитывая что пробег был Совершенно небольшой Наш микрофон Ага И пробег был небольшой В общем-то было все Да В хорошем состоянии Интересная история При постановке на учет Мне сказали Что в Кирове Ты первый Но в Кировской области Второй Значит А первый Оказывается Приобрел В 14-м году В нашей области Священник То есть Священник Это первый человек Который Приобрел Электромобиль И поставил На учет Есть он на нем В районе Это вот Вот такой интересный факт Да Обо многом Мы к сожалению Не успели сегодня поговорить Очень тема Конечно новая Необычная Интересная Я думаю Будем возвращаться В ближайшее время К этому вопросу Потому что действительно Людей склонных И склоняющихся К тому Чтобы стать владельцем Электрокара Их становится больше Спасибо Наши гости Сергей Юлитин И Евгений Кривчиков До новых встреч Спасибо До свидания До свидания Трасса 101 Трасса 101